Так, Таня спрашивает, сколько в среднем у вас занимаются студенты индивидуальные в группах? Три месяца, полгода, год. Таня, это же зависит от того, с каким они запросом пришли. С детьми это может быть долго. Ну вот сейчас у меня есть мальчишка, с которым я год занимаюсь. И скорее всего я буду с ним и следующий год заниматься. Конечно, потому что у детей есть потребность в том, чтобы в этом уровне расти. Если мы говорим про детей, про подростков, то это может быть долго. Другое дело, что цели я все равно буду ставить на три месяца и курс планировать на три месяца. Даже если мы берем учебник, ну вот сейчас у меня есть мальчонка, как раз вот этот апстрим, который я показывала вам, это как раз с ним. Но мы собираемся с ним потом сдавать Кэт, Пэт, ФС, в общем у нас такой план долгоиграющий. Поэтому сейчас как раз апстрим, потому что мы потом в Кэт выйдем с этим апстримом. И ну в общем я понимаю, что он со мной надолго, но каждые три месяца мы с ним обсуждаем, чего мы хотим через три месяца добиться. Сколько нам надо слов выучить, потому что мне важно их научить, ему сейчас 11 лет. Мне надо научить его прогнозировать свое обучение. Но с ним как раз просто, он профессиональный, но он играет в хоккей много. И я так понимаю, что ему там родители пытаются хоккейное будущее приготовить. Но он в принципе не против, он любит хоккей. Но с ним в этом плане просто, потому что модель точно такая же, как в спорте. Он знает, что они будут играть через три месяца, как он должен играть, на какой позиции. Поэтому с ним как раз очень просто это обсуждать. Если люди ко мне приходят индивидуально, все зависит от запроса. Вот сейчас у меня есть мальчик, с которым мы будем заниматься два месяца. Я просто знаю, что мы сделаем за два месяца то, что ему нужно. Ему больше не нужно. У него очень хороший, ну, мальчик, мальчику 24 года. У него очень хорошая грамматика на уровне там B2, очень сильная. У него хороший пассивный словарный запас. Он прекрасно понимает речь на слух и великолепно читает. Он боится говорить. И я понимаю, что двух месяцев ему с головой хватит, потому что я каждый день реально вижу прогресс. И он говорит лучше, быстрее. Единственная вещь, которая у нас сейчас осталась, это вот такие slips. Знаете, которые не ошибки, а вот он оговаривается. Он четко знает правила там, где множественное число, скажем, где единственное, и как согласуется с глаголом. Но при этом он все равно оговаривается. То есть в таких словах типа как both и neither, да, когда там both of them и должно быть were, он не лепит was, а потом я спрашиваю both of them, он, а, was, да. То есть это даже не ошибка, это такое явление, которое называется slip. То есть он как бы знает, что там должно быть, но при этом в потоке речи вот именно accuracy страдает. И нам два месяца хватит вообще с головой на это. Все, и мы сразу с ним договорились, что вот мы два месяца работаем, а потом у него там собеседование будет по работе в один проект, и я думаю, что он пройдет. Вот, поэтому это не какое-то вот усредненное, сложно сказать, значение. Но со взрослыми я, как правило, опираюсь на три месяца. Мы сразу договоримся, что мы за эти три месяца можем сделать, а потом, если у них желание есть, они приходят опять и говорят, слушай, а теперь давай вот такую цель. Я говорю, ну давай. И мы придумываем еще на три месяца. Если я понимаю, что я могу это сделать быстрее, я говорю, что я могу это сделать быстрее. Если я не понимаю, насколько быстро я смогу это сделать, я так и говорю, слушай, но мне бы хотелось тебя довести до вот такого уровня, но это может занять период от трех до пяти месяцев, в зависимости от того, как ты будешь заниматься и что мы будем успевать. Ну, потому что иногда бывает, приходит человек, и мы оговорим условия там про, грубо говоря, пять раз в неделю, а потом у него что-то случается, он говорит, слушай, нет, пять не могу, могу три. А мы уже начали работать. Я обычно так не работаю, но ночью я его теперь брошу. Не брошу, конечно, но процесс-то удлиняется. Поэтому в среднем со взрослыми я ориентируюсь на три месяца. В группах, в группах может быть вообще по-разному. В группах может быть от того, какой курс я предлагаю, что я предлагаю. Ну, вот сейчас у меня был там по разговорной речи курс, это два месяца получилось. Очень спокойной, не интенсивной работы совершенно, но это два месяца. То есть, понимаете, вот срок обучения определяется целью и компетенциями студента. И из вот этого соотношения между тем, что человек хочет, и тем, что он может сейчас, мы можем приблизительно вывести срок, сколько ему на это понадобится. Да, на первом занятии это будет с большой погрешностью, но лучше иметь плохой план, чем не иметь никакого. Субтитры создавал DimaTorzok